Здравствуйте! В студии Эрик Егиазарян. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых важных и интересных событиях из жизни Российского университета Дружбы Народов. Обсуждение физико-математических и философско-методологических аспектов современной физической картины мира прошло на первой российской конференции по основаниям фундаментальной физики. Подробности далее. Первая российская конференция по основаниям фундаментальной физики – это обсуждение физико-математических и философско-методологических аспектов современной физической картины мира. Она прошла на базе Учебно-научного института гравитации и космологии РУДН под эгидой Российского гравитационного общества и собрала в его стенах специалистов из Института философии РАН, МГМЕНИ Ломоносова, Института истории, естествознания и техники РАН, НИИ системных исследований РАН и ряда других научных центров. Очень хотелось бы, чтобы во время обсуждений действительно позвучали вещи, которые должны отодвинуть от обыденности. Все подзаряло в связи со второй революцией 1991 года, и нужно, чтобы все-таки двигалось все еще больше и больше, чтобы была еще и молодежь, которая, к сожалению, немножко мало реагирует на эти вещи. Но если мы дадим какие-то наши взгляды, мнения, пусть они будут не всегда, может быть, какие-то унитарные, на пути развития, это может привлечь молодых людей, а без этого мы никогда не сможем ничего сказать. Вот развитие идей в этой области зависит будущее, будущее нашей науки. Не только, так сказать, теоретической физики, там, и, так сказать, каких-то меропонимания, но и, в конце концов, конечно, какие-то технические приложения, значит, технические приложения, они, в конце концов, определяются какими-то идеями, которые возникают, конечно, на основе экспериментов, но они должны быть обработаны соответствующим образом. Круг обсуждаемых вопросов затронул специальную общую теорию относительности, квантовую теорию, космологию, многомерную гравитацию и другие направления, связанные с исследованием природы пространства-времени и фундаментальных взаимодействий, прозвучали нестандартные точки зрения на осмысление путей развития современной физики и ее связи с математикой. Высказаться могли все желающие. Телевидение РУДН. Новости. Национальные выставки, мастер-классы по кулинарии, соревнования по футболу, семинары. Все это интернациональный межвузовский фестиваль «Нас подружила Москва». Подробности в нашем сюжете. Через спорт, к здоровью, дружбе, миру. Национальные выставки стран бывшего СССР и субъектов Российской Федерации, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, турнир по футболу, круглый стол. Все это интернациональный межвузовский фестиваль «Нас подружила Москва». В этом году проект приурочен к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В этом году фестиваль проводится восьмой раз, и он действительно стал новый. Мы заметили, как он изменился. Если раньше мы собирались и начинали фестиваль с выставок в главном корпусе, то сегодня все меняется. Мы начали фестиваль с футбола. Ведь в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу в нашей стране. Мы хотим найти новых друзей, новых квадратов. Каждый год он все больше и больше впечатляет нас с нашими разными интеллектами, с нашими религиями, традициями. И каждый год узнаем совсем разное. В этом году я узнала для себя очень многое. Кроме Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. Я познакомилась с соседями. Я в этом году участвую в первый раз, и мне было очень приятно. В Международный день толерантности 150 лидеров студенческих организаций подписали декларацию студенческого сообщества РУДН. Президенты региональных и земляческих ассоциаций, профессиональных сообществ, студенческих комитетов заявили о том, что такое толерантность в понимании каждого студента университета. Этот документ был принят, разработан и принят по инициативе студенческого совета университета более 10 лет назад. В этом документе сформулированы, определены основополагающие нормы, правила поведения обучающихся Российского университета дружбы народов и, естественно, в первую очередь руководителей тех студенческих организаций, которые действуют в нашем университете. Право быть разными. Гармония в отношениях между представителями разных конфессий, политических, этнических, социальных групп, уважение к разнообразию культур, готовность к пониманию сотрудничества друг с другом. Это именно те качества, которые характеризуют студентов самого интернационального вуза страны. Уважение друг к другу, терпим друг к другу в трудных минутах. И, слава богу, у нас в Родиэн, там много народов, мы все разные, но все не едины. Все помогаем друг другу, все познакомятся с культурами разных стран. Все это проходит дружно. Тут очень много народов, разные культуры, разные люди. И они друг к другу вращают, друг к другу поддерживают. Никаких комплектов, ничего было. И это, наверное, общеситие, уже есть примеры. Мы очень сильно друзьями, разные культуры, разные народы. И Родиэн – это очень хорошее место, чтобы показать всем миром, и чтобы мы мирно живем. А кульминацией праздника стал заключительный концерт, участники которого познакомили зрителей с танцами, песнями и культурными особенностями разных народов. Телевидение Родиэн. Новости. Традиционный музыкально-литературный салон под руководством профессора кафедры массовых коммуникаций Галины Трофимовой вновь распахнул свои двери для студентов и гостей Родиэн. Подробности в нашем сюжете. Цветы, музыка и дети. Традиционный музыкально-литературный салон распахнул свои двери для студентов и гостей Российского университета дружбы народов. Сегодня они наслаждаются произведениями Баха, Шуберта, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Дунаевского, Гершвина и других классиков в исполнении симфонического оркестра имени Бородина. Руководит салоном и выступает сама его бессменный создатель, профессор кафедры массовых коммуникаций Родиэн Галина Трофимова. Цветы, музыка и дети. И это фраза Петра Ильича Чайковского, который говорил, что цветы, музыка и дети составляют самое прекрасное, что есть на земле. Мы вняли его словам и решили сегодня поговорить об этом. Изюминка вечера – солисты и хор детской школы искусств номер 86, студии игры на фортепиано «Домисолька», школа номер 46 города Москвы и детская хореографическая студия «Ансамбль ритма дружбы», которые блистают на сцене наравне с уже маститыми артистами. Вот так и раскрываются молодые таланты, о которых мы еще не раз услышим. Я первый раз на этом мероприятии, но, готовясь к нему, я чувствую, что цель его – зажигание сердец, потому что в этом и есть цель всякого образования. Образование словесного, образование музыкального. Наш вечер называется «Цветы, музыка и дети». Вот мир славен своим разноцветием. Надо раскрыть талант каждого человека. Весь мир в одном университете на музыкальной планете, лучше и не скажешь. Классика звучит в стенах самого интернационального вуза России уже не первый год, собирая вокруг как старых завсегдатаев, так и новых поклонников. Ведь музыка – лучшее средство от скуки и уныния. Телевидение РУДН. Новости. На сегодня это все новости. С вами был Эрик Геазарян. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова